всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог сейчас я собралась поеду с утра нужно там в одно местечко съездить и общем еще в банк нужно поехать но я уже не успею ничего сын рано забираю и мне нужно хочу зайти им представляете у нас открылся наконец таки магнит косметик нашла его он открылся новенький я до этого даже по карте смотрела где смог нет косметики нигде их нету в том районе в котором я обитаю на ехать на другой конец города ради магнит косметик ну ну такое себе удовольствие я не ищу поэтому я поеду что некита синяки под глазами не знаю вроде спала хорошо а я консилером не пользуюсь я тоналку быстренько глаза накрасила губы накрасила побежал вот поеду сейчас хочу посмотреть помады стеллари мне сказали там есть но вообще помад у меня много мне конечно бы надо до использовать то что есть у меня а потом уже покупать новые не знаю как пойдет еще бытовая химия там не девочки многие писали в ночи вообще пойду посмотрю на этот магазин буду в нем в первые девочки не знаю поснимая там или нет все зависит от того как я сейчас доеду быстро или нет в общем может быстренько там пробегусь просто посмотрю им надо будет уже сына забирать со школам вот еще хотела вот что сказать ситуация на ю тубе я не знаю может быть кто-то из вас знает слышала других каких-то блогеров или еще но у меня последнее время на канале обработка видео составляет от 4 до 5 часов то есть видео загружается за 10 минут 10-15 дальше она уходит в обработку обрабатывают его пути по модерации я так понимаю проверяет и он у меня в обработке стоит по 45 часов вручную что ли проверяют теперь видео я же зарегистрирована в россии да у меня ну видимо что то не так знаю что на ю тубе и удаляют вот эти все каналы блогеров которые освещают новости это я знаю но что блокировали просто обычных блогеров я еще мужу такого у нас интернет не работает у меня видео ничего не грузится посмотрел все работает он говорит может и там чё ляпнула где я могу вот но нет я вроде как бы ну короче не знаю вот если вдруг кто слышал я посмотрела еще но другие блогеров просто поисковики смотрю что реже стали выкладывать девочки видео не знаю либо перешли на другие площадки либо тоже может быть какие-то проблемы с загрузкой возникли как у меня не знаю если вы что-то слышали обязательно напишите потому что ну короче пол дня у меня стоит 45 часов обработки но я все равно гружу главное чтобы не заблокировали боялась что заблокирует канал думаю надо пока не заблокирована вот это последние два влога у меня как раз таки так у долго долго загружается думаю может перекинуть какие-то старые видео свои на яндекс цен у меня как всегда знаете-ка в последний момент пока не клюнет ничего не буду делать ой кошмар но а посмотрела какие видео сбрасывать девочки если вам какие-то видео которые интересны хотела там новый яндекс цен там нельзя сделать плейлисты например я бы скинула там какие-то видео до оставила бы там те же закупки лента или там какие-то с рецептами готовлю на несколько дней я бы их оставила просто в плейлисте и подписал в этом старые видео с ютуба там например так нет это же новое это получается в ленте будет круче не значит мне так лень этим заниматься но если вы хотите чтобы я сохранила какие-то видео это напишите я их переброшу на яндекс цен на всякий случай вдруг чего там забыл потому что если заблокируют все у меня этих видео нет всех моих старых вот и причем неважно с какой стороны заблокирует со стороны россии или со стороны со стороны ютуба сейчас новостях посмотрела вроде про youtube ничего не пишет не знаю наши это блокирует или кто блокирует круче не знаю вот но что-то происходит так что буду ждать ваших комментариев все я поехала магнит косметик если получится я там поснимаю если не получится какие-то покупки вам поснимают все девочки побежал нас погода отличнейшая сейчас у нас где-то 7 градусов наверное вообще обещает уже на следующей неделе у нас прям жару жару вот надеюсь будет на по крайней мере солнце очень-очень люблю когда солнышко все девочки побежала встретимся с вами чуть позже ну что приехала я домой же переоделась мужа сумочком пообедали меня часто спрашиваете про помаду а вот сейчас на мне вот такая вот помадка лореаль покупала в прошлом году кстати была сейчас в магнит косметик зашла до но уже там не снимал потому что я быстренько бегом надо конечно мне побольше времени что там погулять чтоб там все ну как я люблю позависнуть вот вот такая помада не знаю где тут номер ее в общем это такая типа увеличивающий объем губ но она ничего не увеличивает она так немножко покалывает и холодит так немножечко в общем магнит косметика дали мне даже карточку карточку 9 рублей стоит не бесплатно конечно же вот но понравился мне магнит косметик так все чистенько хорошо но мало товаров там очень мало полки так знаете одним и тем же товаром вот так вот заставлено но будут поставки я надеюсь всякие разные ну конечно же сейчас у нас рынок ждет белоруссию мне не знаю как насчет турции что там у нас как с турцией я ее жду но непонятно что с не до белоруссию вот и была там белорусская косметика но были только крем ушки для лица сыворотки крем для рук крем для рук мне пока не нужен больше там особо ничего не было ночь всякой ерунды набрала давайте вам сейчас покажу и сразу скажу цены я взяла чек у меня тут вот чек все мне обошлось там в тысяча шестьсот пятьдесят рублей с учетом карточки за 9 рублей пакетика 400 499 вот давайте покажу вот эта помада лориально вообще лориаль конечно сейчас не интересно покупать потому что качество у неё но мне лично не особо нравится я считаю что есть бюджет не лучше вот но вот такая вот так называется нектарин плум вот ну такая ну за ту стоимость которой она сейчас я не за сколько она сейчас стоит я бы не стала покупать но на лореаль подняли цены поэтому не стоит так еще там был рядышком лоречек где продавали фрукты овощи на самом деле мне нужно было купить морковку но меня сбила с пути кабачки так захотелось девочки увидела их они такие вот это молоденькие молочные не знаю что из них буду делать наверно может быть духовке запеку их как-нибудь кубичками нарежу и просто запеку со специями или без посмотрю что сейчас буду готовить но прям очень захотелось и купила клубнички немножко что-то клубника стоило не помню сколько столика в очки девочки клубника стоило что 85 рублей за 100 грамм или что-то в этом духе мне кажется мне тут не довесили наверно короче клубника и 2 кабачка я заплатила пятьсот сорок рублей обалдеть но клубника у нас всегда дорога особенно в такое время вот ладно но мальчишкам дам они любят конечно но больше любят грядки есть у меня чем вот такое вот ну и кабачки не знаю не за счет что буду готовить счет наверно все вкусно покажу вам так вот все мои покупки магнит косметик во первых я сейчас узнаете как сумасшедшая просто везде где вижу корм я его покупаю особенно если он на акции в общем набрала своим хвостатиком конечно не очень много но не стала брать много надо же тащить все это ну мне правда до машины тащить но все равно знаете вот стоили значит вот эти курина они были по акции поэтому я и взяла они стоили 2599 но считайте 26 рублей общем разные взяла и вот такие вот цезарь они очень нравятся моим собакам особенно мои джузьки вот наверно джузьки может эти буду давать бонни баночки ночи посмотрим короче вот они стоили 3399 тут мелко очень написано девочки вот поэтому я буду озвучивать цен в общем взяла мне запасы всегда нужно взяла еще увидела вот такой нож девочки вот такой нож я самого еще основания наверное русскоязычного youtube осмотрю блогера тоже в питере живет девочка морская марина марина марк как-то так у него наверное вы ее знаете у него большая аудитория я ее еще начала смотреть когда у нее старшая дочка была маленькая то есть самого основания когда на всякие бьюти-блоги снимала и так далее бьюти-влоги да вот и сейчас конечно я не всегда ее смотрю не все видео последние видео вообще не смотрела вот но в общем я у нее как-то смотрела какое-то видео и увидела вот такой нож и она говорила что он очень удобный я не знаю где она его покупала но вот я увидела в магнит косметик и думаю надо брать там прям надо брать короче да вот вот она реклама блогера нож для сыра 15 сантиметров но она им резала все и сыр и овощи и все-все-все короче нарезала вот такой вот нож и стоил нож для сыра 179 рублей девочки 179 99 на считать 180 так и конечно же я прошла по косметике в принципе ради косметики я пошла раньше года три тому назад я обожала вот этот скраб я всем его рекомендую особенно если вы худеете или подготавливаться к лету надо очень крутой облепиховый медовый скраб он реально он разогревает немножко единственно что в районе груди не стоит делать потому что очень жжет вот в общем я взяла а еще есть вот такое же масло для тела тоже облепиховая она тоже очень крутое но его там не было и вот такой вот стоил так сколько сколько стоил 249 99 мы считайте 250 рублей вот но скраб вот этот девочки увидите прям берите не скажу я один пока взяла потому что я планирую еще раз там побывать так дальше что я еще купила вот такую вот маску для лица чистая линия и вот такой вообще это ежевикатеринбург да но я насколько знаю производство это екатеринбург вот тут вроде как написано но насколько я знаю что чистая линия она не чисто российская там кто-то или инвестор или кто в общем кто-то не русские вот ну короче неважно значит вот такую масочку масло ши питания крем маска для лица вот такая вот вот так вот она выглядит попробую обязательно потом расскажу и мой любимый вот этот вот скраб очищающий для лица с абрикосовыми косточками новая упаковочка обожаю его я использую его и для лица это действительно ведь написано скраб номер один это действительно скраб номер один в мире слушайте но лучше нет вот такая теперь стала упаковочка и ручки хорошо скрабировать и ножки и ну вообще и лицо в том числе но не часто я наверное но не чаще чем раз в неделю точно вот я раньше покупала тоже часто потом как-то забыла забросила в общем сейчас сейчас возвращаюсь к старенькому такую масочку я впервые впервые пробую так еще купила вот такой вот кусочек мыла кстати вкусно пахнет так приятно очень вот я люблю вообще очень мыться именно не делям для душа а мылом и жесткой мочалкой очень люблю поэтому вот такой кусочек мыла и еще купила две вот такие вот маски это российское производство такая анти-эйдж и антиоксидант да это планета органика россия город москва вот такие вот тоже попробую это с морковкой а здесь с авокадо вот тоже буду все пробовать значит так я не сказала да сколько стоил скраб 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 стоил так джузька моя там так маска для лица 199 99 вот это вот столом считайте 200 рублей так что у нас еще вот эти масочки по 139 99 считайте 140 рублей и чистая линия вот это 99 99 но считайте 100 рублей вот в общем отлично и еще купила кондиционер я бы там побольше средств для стирки взяла но опять же не хотелось мне все это дело тащить взяла вот такой и он по моему тоже был на акции 100 до 169 99 ну отлично пойдет я не скажу что он супер пуперный какой-то ну нормально пойдет так что вот такие вот у меня получились покупки нож вот да пробежалась посмотрела масочки самое главное потому что у меня закончились все маски я очень люблю делать масочки его чем попробуем а вот это вот прям реально советую очень совет еще если масло для тела найдете вот она в такой же банке только по моему масло для тела глепихова тоже советую я надеюсь что качество не изменилось буду с огромным удовольствием пользоваться так вот и все мои покупки это все мне обошлось в 1650 рублей но нормально джузька моя охранница на соседе лает там соседка у нас ходит такая там возрасте женщина она немножко ну немножко не в себе вот и сколько и наверно лет 70 можно даже за 70 что около 70 такая но на ну такая она действительно реально не себе вот джузька на него лает все время узнавается сейчас звоню домой вот а насчет косметики я не знаю если останется вот вся моя любимая уходовая косметика а это в основном я посмотрела производство франция и израиль то я и буду приобретать все таки я без него ходить не буду но мы всякие вот уже скрабики масочки у меня будут уже бюджетные это точно потому что мой любимый крем авокадо холи лэм сейчас стоит 4000 вот и конечно его надолго хватает и все сейчас у меня закончится я закажу себе однозначно скажу его еще раз даже за 4000 потому что очень его люблю но вот такие вот вещи вот такие вот вещи у меня будет бюджет так что у нас сегодня мне надо было купить морковку потому что не надо варить суп ну что мне делать теперь и сейчас муж надо мужу позвонить вам что он домой едет купит мне морковочки буду варить сегодня суп горох буду сегодня делать котлеты ничего нового у меня в меню нет вчера купила же фарш но в предыдущем влоге вы видели вот спросила чего приготовить котлеты конечно же котлеты ничего нового и спросила какой суп вам сварить горох ты еще прошлый раз обещала горох сварить так не сварила чушку надо забрать еще леофана выпустила погулять загнать и ничего баловаться домой на вот так что сейчас буду готовить надо стирку замутить вот ну а завтра уже буду пробовать какие-нибудь масочки очень люблю очень люблю маски маски вообще любовь вот так что пойдем все это разложу и будем готовить как раз попробую нож вот она у меня все с этой игрушкой так понравилось и все играется играется дачуська играет играет но на все время в игрушке да это буна вот она она просто валяется тюленем да то что тюлень а это все игрулька все не угомонится и никак все не угомонится ну то что пельмень тюлень да вончик и это неугомонное создание все очень понравилось она и шуршит и пищит и в общем просто теперь любимая игруля до любимая игруля у тебя теперь эти что-то типа ужина ждут что-то типа ужина надо какой-то что-то типа ужина в чурки мои так ну что сварила я супчик облинилась и лилова облинилась девочки а в край не поехала за морковкой сделала себе зажарки вот так вот такой горох на копченой косточки вот так что нормально он такой остренький у нас копченой косточки это муж делал их коптил сам и такой остренький он получается суп прям отлично вот так что супчик готов и сейчас наглая морда сидит который загнала с улицы сидит тут вот сейчас боночка мы пойдем это гулять правда у меня джузька ушла на улицу она не факт что с нами пойдет мы с боночкой боночка пойдешь гулять конечно пойду а как же да скажи пойдем это какого садик забирать младшего да попутно сборочка погуляем пешочком с левой сейчас оденусь потеплее одеться то солнышко но знаете ветер холодно до кончика сейчас пойдет еще пойдем да пойдем вот так что пойдем пошли гулять погода хорошая солнышко у нас но холодно 4 градуса всего джусь с нами не пошла только бона пошла у джусь и у нее стресс потому что мы тут гуляли с ней недавно а у нас собака такая ходит такая собачка у нас ходит я не знаю породу как она называется шнаутер вроде какой-то и она в общем пристала солнце так давайте камеру переверну ну вот эта собачка пристала к джусе а собачка такая агрессивная очень ее хозяин воспитывает бона пошли мы опоздаем к владику поняш вот все над и есть же все надо каждую шишечку каждый листочек все надо понюхать ну так вот это собака хозяин с ней ходит с электро ошейником без поводка электро ошейник знаете да что такое которое там нажимается ну а ведь нажимается в общем кнопочка и шею бьет ток собаки я конечно против такого я сразу говорю потому что собака тоже огрызается каждый раз когда так хозяин делает это не очень хорошо но больно же собаки она же не просто так огрызается как на ошейник получается потому что больно вот в общем эта собака к джусе пристала джусе как завизжит как этот далеко поросенок резанный вообще огрызалась на эту собаку ужас пойдем туда мой собачка уже злая проедут ну поехал вот и она после этого вообще не хочет выходить два дня уже на вчера тоже не пошла пряталась и сегодня тоже решила не идти собой это ничего и все равно мне кажется лучше строгач чем вот такой ошейник наш бону тоже ходила на строгаче раньше когда я была до двух лет она на строгаче ходила потому что было невозможно с ней выходить она не то что тянула я не как-то консервные банки банками такой с такими толстыми шипами который просто упирается не колят до крови там и вообще она не чувствует строгачей пофигу было на бонды машина бона вот идет еле-еле так ответа я решила не жарить я сейчас упадает себя наливание ножка водички чтобы они полностью приготовились и вот я нарезала вот так вот кабачки обжаривают сейчас просто посолила можно специи по вкусу я не хочу никаких специи добавлять просто посолила обжаривают и буду заливать знаете чем девочки вот такая смесь у меня здесь два яйца и столовая ложка сметаны сейчас они у меня обжарятся я потом залью крышечкой накрыла и все и будет очень вкусно можно конечно сюда еще зеленушечки специи какие-нибудь добавить класс и попробовала вот этот ножик статья очень мне понравился этот нож прикольно режет это очень удобно и такой знаете так раз 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 вот так что готовлю во все у меня еще есть макароны так что с макаронами купаться едят у меня супер а я буду вот это есть это мне будет на сегодня и на завтра на завтрак сегодня ужин вот под крышечку получается как такое омлетное можно сюда но мы нас я бы не стала сюда класть все-таки жирность даст а вот сметанку нет сметанку можно молочка налить можно просто яички хотите можно кстати еще сюда сыр добавить но я не хочу сыром я хочу просто вот так что сейчас обжарится залью и все просто очень вкусно так ну что у меня бачки готовы и вот так вот теперь буду заливать вот эти смеси я еще это все хорошенечко перемешаю вот так вот я сейчас все перемешаю будет у меня такой вкусный вкусно очень еда и крышечка обязательно крыть можно лук сюда добавить что хотите вот я хочу просто кабачки вот в таком виде вот так вот так и накрываем крышечкой и все это все дам приготовиться будет очень вкусно еще я тут сделала бардак как всегда . извините салатик помидоры огурцы добавила сюда одну маленькую луковичку метка маленько-маленько было вот так что еще будет вот такой салат вот такой вот у нас будет ужин девочки буду же всех кормить сейчас у меня доделается здесь купаты у меня под крышечках еще немножко обжарить чтобы они такие золотистые вот это вот история тоже сейчас приготовиться будем ужинать собак тоже накормил он был надоедать свой сухой корм да бона и вот мой мужем вот так вот получается эти кабачки с яичком можно к здесь сливки вместо сметаны вот и купату одно взяла вот это из индейки купаты так что такое мне ужин еще вот салатика мужчина сейчас тут у меня макароны погрею не то же самое только у меня кабачки мне никто не ест доме кроме меня поэтому это может сказать только мне так что будем ужинать всем круто кушает тоже приятного аппетита ну что котлетки я уже пожарю завтра что-то мне сегодня так лень было честно слово завтра же пожарю их и все и все и я свободу вот ну а на сегодня я уже буду с вами прощаться кстати все думаю об этих помадах стеллари там прикольно пару цветов мне очень понравилось ладно следующий раз раз когда зайду туда обязательно в общем магазин магнит косметик очень мне понравилось не зря вы мне его рекомендовали вот в общем на сегодня уже буду с вами прощаться надеюсь вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал все прицелую до новых встреч